В этом цехе изготавливают платы для топливно-разливочных комплексов, так сказать, мозги колонок. Когда блок управления готов, его отправляют на следующий участок. На этом потоке и внедрили пилотный для предприятия проект. Кроме технических нововведений, уделили внимание технике безопасности и мотивации сотрудников. Это напольная разметка, которая регулирует место установки станка и пути передвижения, а также информационные стенды рабочего места, в том числе с лучшими сотрудниками. Мы сократили цикл производства. То есть, если раньше у нас было 30 рабочих дней, то в сегодняшний момент мы стандартные изделия делаем в рамках 10-15 рабочих дней. Второе. Мы сократили процесс переналадки, мы сократили перемещение, соответственно, мы повысили производительность труда. На сегодняшний момент на этом участке она выросла на 37%. Если раньше в смену собирали 6,5 блоков управления, то теперь 9 – тем же количеством людей. Динамики удалось достичь благодаря изменениям в логистике, планировании производства, работе с персоналом, руководителями, применению технологий бережливого производства. Это мероприятие – это итог шести месяцев. То есть, первая часть проекта, она закрылась. Но проект не закончился. Еще 2,5 года он продолжается в соответствии с методологией. И здесь уже предприятие его реализует самостоятельно через свой проектный офис, который на этом предприятии создан. Он есть, он работает. Национальный проект «Производительность труда» на Дону реализуется с 2019 года и за это время доказал свою эффективность. В нем участвуют уже 79 предприятий. Обучено более полутора тысяч человек технологиям бережливого производства и технологиям проектного управления. На 15 предприятиях созданы образцовые типовые участки, которые могут в последующем быть тиражированы на этих предприятиях для развития производственных систем. Таким образом, задача предприятий в течение трех лет ежегодно прирастать не менее чем на 5%. Для экономической стабильности региона такие показатели крайне важны. Чем продуктивнее работа фирм, тем устойчивее развиваются территории, на которых они расположены. В итоге повышается заработная плата, налоговое отчисление в бюджет. К национальному проекту «Производительность труда» на Дону подключились сельхозпроизводители, строительный бизнес, промышленные и логистические компании. А с этого года еще и предприятия торговли. Наталья Самойлова, Юрий Лешко, Дон-24, Волгодонск.